Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Сидоренко Олег Викторович. Я один из организаторов этого мероприятия. Мы как только узнали об этом мероприятии, сразу же отозвались. Мы это Совет ветеранов Росгвардии. И с удовольствием приняли участие. И находясь здесь, ни о чем не пожалели, не разочаровались. Вокруг столько красивых людей, красивые дети, красивая молодежь. И сегодняшний конкурс покажет лучшее, что есть у нас. Ну а я считаю, что у нас вся молодежь прекрасная. Спасибо. Ну, я был приглашен Олегом Игоревичем. И я так полагаю, по секрету, что он набирает себе новый набор. Да. Росгвардия. Росгвардия. А как вас зовут? Авдеев Сергей Васильевич. Летчик-космонавт Российской Федерации. Летчик-космонавт. Что было самым трудным при организации конкурса? Самое трудное, конечно, это понимание того, что как можно выбрать лучшую из лучших. Вот это вот самое трудное. То есть вначале нам нужно было прийти в себя. В себя, как это выбирать лучшие из лучших. Потом, когда мы уже перестроились, поняли и стали заниматься уже организацией. Ну, а если серьезно, то, конечно же, вот этот организационный момент, он наиболее сложный. Потому что нужно найти и партнеров, и спонсоров. Нужно найти понимание и в государственных структурах, и в общественных организациях. И понимание среди людей науки, культуры. Сегодня здесь не просто, как говорится, люди пришли. Сюда пришли люди и депутаты, пришли люди культуры. Пришли художники, выставили свои картины. В частности, вот здесь находится такой, я считаю, заслуженный художник Аида Ханемайер. Она принесла свои картины. И вот смотришь на картины и любуешься. Смотришь на людей и любуешься. Смотришь на то, что сейчас вот дети будут выступать гусли, вот, всему любуешься. Поэтому душа радуется. Если бы вы были в членах жюри, по каким критериям оценивали бы конкурсантов? Мне предложили в жюри, я отказался. Потому что для меня все дети прекрасны. Поэтому я отказался от жюри. А вы? По каким критериям вы оценивали, если были в членах жюри? Ну, вы знаете, здесь я первый раз. Поэтому, что касается критериев, это уже по тому, как будут развиваться события. Но вы внешним качеством больше отдали бы преимущество или внутренним? Ну, естественно, внутренним. Красавица, она царевна-легушка. Кто она такая? По внешним или по внутренним? Ну, там комбинированно. Потом-то она красавицей становится в концерте. Как говорят, есть три грани одного и того же. Духа, душа, дух и тело. Вот так. А кто у вас эталон женской красоты? Ну, конечно же, мама. Да, это самый главный человек для меня, самый любимый человек для меня. Но это не говорит о том, что я, допустим, всех женщин подвожу под этот эталон. Нет. Конечно же, эталоном еще являются и русские женщины. Это бесспорно признано всеми, что это самые красивые женщины на свете. Поэтому эталон, эталон это русская женщина. Вот он эталон. Будем смотреть, если брать космический аспект, белое солнце пустыни, кто был женский персонаж в этом фильме. В Паранже. Нет, не в Паранже. Там была Маруся. Там была Маруся, которая жила где-то в Сибири, в сибирской деревне. Такая вот красивая, в красивом наряде. Сидела так у колодца, на причелочке избушки. Вот это был, да. То есть были вокруг него дюжина красивых женщин Востока, но он только думал об одной. Все правильно заметил, Сергей Васильевич. Давайте пожелаем что-нибудь участницам. Ну самое главное участницам это не волноваться, это показать, проявить себя, показать лучшие качества. И самое главное это порадовать зрителей и самой получить удовольствие и наслаждение. Потому что самое главное наслаждение это душевное. И от того, что они здесь выступят и покажут себя, это и есть самое главное. Радостью всем от этого события. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста.